Через несколько минут в нашей студии появится новый гость. А кто он? Подсказка в нашем видеосюжете, который мы сейчас и посмотрим. Городецкий театр народных традиций и обрядов Куполинка начался с любви. Любви его руководителя Елены Спицыной ко всему исконно русскому. Чистушкам, нагрешам, на деревянных ложках, трещоткам. Теперь все свое восхищение и умение она передает детской группе своего творческого коллектива, добрая половина из которой живет с ней под одной крышей. Данила, Лиза, Варвара, Спицыны чуть ли не с двух лет на сцене. Они на лету схватывают все, что знает мама. А уроки мастерства она преподает прямо дома. Смотри, чем сильнее нажимаешь, тем лучше звук. И играешь, как я тебе объяснял, указательным пальцем. И вот это постарайся струну зажимать большим пальчиком. Тоже на частоту звука влияет. Теперь смотри вот этим пальчиком вот сюда, я чуть-чуть ближе к железному колку. Балалайку меня мама научила играть. Довольно это несложно. Научилась буквально минут за 20 простую мелодию по частушке играть. Ну, довольно интересно как-то. Вспоминаю, что было раньше на этом тоже играли. Ну, только пальцы вот болят. На ложках, ну, учился давно, маленький, когда ездили, встречались туристов с мамой. Я был маленький еще, может, лет пять мне было. А мы масленицу прокатали, Дорогую свою потеряли, И в снежок ее закопали, Да лопаточками притоптали. Мне нравится заниматься выступать, Разные красивые в камушке костюмы надевать, Играть на ложках, на трещотках. В этом году в составе ансамбля Куполинка появились и другие дети, соседские ребятишки. Поскольку возраст у артистов пока невелик, большинство репетиций по вечерам также проходят в гостеприимном доме Спицыных. На репетиции собирается около шести ребятишек, маленьких девочек, мальчиков, и взрослые приходят к ним, примыкают. То есть где-то человек 11 собираются у нас в доме. Ну, естественно, когда мы здесь уже разучиваем чего-то, какие-то азы получаем, потом находим время уже в Досугом центре Метеор, там пробуем себя уже и на сцене. Сегодня у нас генеральная репетиция к концерту. Хорошо? В костюмах, красивые, как на концерте. Репетируем. Хорошо? Все улыбаемся, не забываем, четко выговариваем все слова. Ага, как учили. Давайте веселее, веселее. Мы спели, вы тут же показываете. Потом гуся показываем. Не здесь, Данил, а вот здесь, вот шею выше, а сзади хвостик, девочки. Да? Горит солнце ярче, лето будет жарче. Наши репетиции в Досугом центре Метеор проходят уже непосредственно перед выступлением, какому-то концерту, конкурсу. Сначала мы у инструмента репетируем, потом выходим уже на сцену, либо около сцены. С ребятишками это гораздо сложнее, я начинаю понимать с каждым разом, потому что в них энергии столько, им хочется и побегать, и попеть. Поэтому сложнее. Я стараюсь отдельно с детьми, чтобы они четко знали твердо свою партию. Потом потихонечку вливаются к ним взрослые, и уже вот вместе со взрослыми у нас получаются какой-то концертный номер. Без народного творчества, без коллектива, я даже не представляю, чем бы я еще смогла, наверное, заняться. Я так думаю, что мой ансамбль Куполинка, и это смысл моей жизни. Моя дочка посещает этот театр совсем недавно, но уже заметно, что она стала более артистичной, более смелой, не боится больших масс, приобщается к народной культуре. Нравятся костюмы старославянские, вышивка, ручная работа, натуральный лен. Спасибо Елене Спицыной за ее прекрасный кружок. Да, дочь? Сходит с удовольствием. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Наверное, вы догадались, что гость сегодняшней нашей программы руководитель семейного ансамбля Куполинка Елена Спицына. Елена, здравствуйте, добрый вечер. Очень рада видеть вас у нас в студии. Здравствуйте. Вообще приятно с вами всегда общаться, потому что какой-то теплой свет идет от вас. Спасибо. Елена, мы встречаемся накануне Нового года. Вот если оглянуться назад, вспомните, каким был для вас лично, для вашей семьи 2016 год? Год был очень удачным. Мы, наконец, завершили свои намеченные планы, достроили дом, построили баню, успели съездить отдохнуть с семьей. Ну и сбылась мечта нашего папы – приобрели новый автомобиль. Ой, ну у вас прям насыщенный какой-то год получился, да? Ну, я знаю, что в этом году вы много участвовали в конкурсах различных. Участвовали. Я смотрю, медаль, грамота. Рассказывайте. Всегда с огромным удовольствием. Нам очень нравится принимать участие в различных конкурсах, фестивалях, делиться опытом, перенимать что-то новое. В этом году мы участвовали в конкурсе «Нижегородская семья». Это областной конкурс? Это областной конкурс, где, я так считаю, что достойно представили нашу городецкую землю. К огромному сожалению, не стали победителями, но по результатам и отсмотрам семей нас выдвинули для участия в международном фестивале «Семья многонациональной России». И вот совсем недавно, на днях, мы вернулись с фестиваля из города Суздаль. Фестиваль проходил с 7 по 11 декабря. Очень насыщенная программа. В этом фестивале принимали участие 61 регион нашей России и страны СНГ. Откуда еще были участия? Были Алания, принимали участие семья из Сирии, Бурятия, Якутия, Дагестан. Когда мы приехали на этот фестиваль и на репетиции присутствовали в зале, когда семья из Дагестана танцевали Лизгинку, нам, конечно, стало страшно. Потому что, что же мы тут делаем? Тут настолько профессиональные, настолько сильные семьи. Ну и постарались, выложились на полную. Также, думаю, с достоинством представили свой город-городец. Мы представляли там нижегородскую семью. Из Нижегородской области мы были одни. В своем выступлении мы представляли визитную карточку нашего города, в которой исполняли песни Женя Андронова, за что ему огромное спасибо. Также в своем выступлении демонстрировали, показывали видеоряд, где познакомили людей из других городов, из других стран со своим городом, где на видео показали наши красивые улочки, достопримечательности нашего города. У нас есть, кстати, запись вот этого. Может быть, посмотрим тогда? Пожалуйста. Давайте посмотрим, и потом продолжим разговор с Леной. В славном граде-городце, на Нижегородской на земле, живет дружная семья. Спицыны названа она. Дивным кружевом отороченный, обогрет теплотою сердец, Мы, посланцы Нижегородчины, вас приветствует городец! Есть у нас на Волге чудо-городок, Невелик и ростом тоже невысок, как больше есть. В городе у нас красиво, и найдешь любое диво здесь. День с большой бородой, и мальчишка озорной, Все поют на перебой, про любимый город мой. Город, город маленький мой, сердцу такой родной. Город, город старенький мой, старенький и молодой. Город, город, ты меня ждешь, если я далеко. Город, город, мне попоешь, криками петуху. Хорошая погодка на душе моей старенький, Пойду гулять на улицу, где музыка звенит. Пойду гулять на улицу, где ярмарка цветет, Где плачет и смеется православный наш народ. Ярмарка, ярмарка, золотая ярмарка, 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 золотая и яркая, Как душа моей расти, как моя душа. Как душа моей расти, как моя душа. Хороши вы, русские просторы, Заглядевшись в эту красоту, Наши городецкие узоры, Ярче вешней радуги цветут. Как игрушки дома, не дома, терема, Сказка в каждом крыльце городце. И душою, и сердцем всегда молодой Город древний над Волгой рекой. Встану утром на заре, Выду в летний сад, Листья все, как в хрустале, А тросы горят. И в цветах от райских птиц Песня разлилась, Вот от этой красоты Роспись началась. И куда бы ни поехал я, Всюду сердцу милые края, Славься, роспись гордецкая, Славься, гордецкая земля! Гордец встречает гостей, Распахнув свои двери с добром, И обняв их, как верных друзей, Приглашает в свой сказочный дом. И на улицах, и площадях Он им дарит красоты свои. И, наверное, в таких городах Красота нашей русской земли. Так живем мы в городце, В славном, милом уголке, А земля здесь просто рай, Заскучаешь? Приезжай! Замечательно. Ну, вообще, вот как вот вы ходили на сцену, боялись там? Маленько потряхивала? Ребятишки как? Очень волнительно, очень волнительно. Сын говорил, мама, что мы тут делаем? Тут такие сильные семьи, Такие таланты. Я говорю, мы тоже артисты, Мы с малых лет вас воспитывали на сцене, Поэтому страхи все прочь. Как сможем, постараемся достойно представить. У вас и костюмы ведь там были? Костюмы были народные, Костюмы были наши, городецкие, С использованием золотной вышивки. И также на сцене мы с огромным удовольствием Представляли промыслы нашей городецкой земли. То есть это, в первую очередь, Наши костюмы с золотной вышивкой, Платки с золотным шитьем, Городецкую роспись, Причем нашей росписи были все удивлены. Так как, например, Когда мы ездим по другим городам, Хохламская роспись, Кжель выставляется везде, Более известная народу, То городецкую роспись знают очень мало, К огромному сожалению. И мы решили там даже с мамой Устроить мастер-класс, Показать, научить. То есть вы еще и популяризацией промысла занимались. Обязательно, Чтобы наша городецкая роспись жила И процветала. Лена, там ведь были определенные какие-то номинации? А номинаций было очень много. Из всех номинаций мы выбрали Песня любимого края, Родного края. Так как, я думаю, Что у нас песен очень много, Благодаря и Жене Андроновой, И другим авторам. Да, своеобразный такой стиль, Чисто наш, правда? Да, да, действительно. Причем и жюри, Председатель жюри был, Борис Грачевский, Подходил потом и сказал Очень прекрасные, Замечательные слова песен, Великолепные. В этих песнях вы раскрыли В свой город, И нам, говорит, Захотелось побывать в вашем городе. Ну, на что я сказала, С огромным удовольствием И вас встретим, Приезжайте к нам на нашу землю. Ну, вот я смотрю, Ты как раз принесла медаль, да? Грамота. Это вот с этого конкурса? Да. На этом конкурсе. Это завтра медаль. На фестивале присутствовал представитель президента, Где вручили нескольким семьям, Не всем, а нескольким семьям Вручили вот такие вот медали Во славу Отечества. Угу. Потом наградили нас дипломом, Поздравляли, выходили и представители Министерства культуры, Что было очень приятно. Честно сказать, мы не ожидали. Ну, вы знаете, вы всегда так хорошо готовитесь, Всегда как-то, тем более, там, наверное, Какой-то кураж поймали. Во всех своих выступлениях стараемся. Еще мы принимали участие в номинации Моя любимая профессия. Это вообще мой конек, я так считаю. И в фойе фестиваля Каждая семья выставляла свои выставки, Представляла свое творчество, Где мы, опять же, демонстрировали И золотное шитье, И городецкую роспись, И лоскутную технику, И резьбу. Все народные промыслы нашего города. Когда делегация пошла Просматривать работы семей, Я быстренько всех сорганизовала, Завела хороводы, Рассказала, какие игры играют На нашей городецкой земле, Где все члены жюри С огромным удовольствием Принимали участие в наших играх. После чего сказали, Ну, городец, зажгли. То есть у вас, помимо таких вот личных хороших, Есть еще интерактивное, конечно. Общественное признание, да, Вашей семье? Да, да, да. А вот в творческих планах, Творческие планы Вашей творческой семьи, Вашего творческого семейного коллектива, Будет какие-то новые планы? Конечно, мы хотим принять участие В фестивале фольклорных коллективов, Который будет проходить также в городе Суздаль. Нам очень понравился этот город, Поэтому мы решили обязательно еще раз И не раз посетить его. Сейчас начинаем уже подбирать репертуар, Готовить какие-то свои программы. Еще в наших планах есть новая программа Для молодоженов нашего города. Так как, к огромному сожалению, Старина почему-то уходит, Мы стараемся поднимать ее, Вспоминать, что же проводили В различные праздники На нашей городецкой земле. И сейчас мы готовим Программу для молодоженов, Которую будем проводить В досуговом центре «Метеор». В дни свадьбы, наверное, да? В регистрации. В дни регистрации, да. Лен, вот понятно, твой возраст. А ребятишки как к этому относятся? Для них это так же интересно? Так же. Я имею в виду твоего. Так же, безусловно. Так как я с самого раннего детства Их приучаю к этому. Знакомлю, рассказываю, говорю, Посмотрите, как раньше было интересно. Не так, как сейчас. И они тоже с интересом Ко всему этому подходят. Мы вместе с детьми Ездим по деревням. Разыскиваем стареньких бабушек И дедушек. И так же, открыв рот, Дети слушают, Рассматривают и фотографии, И играют. Даже есть очень много Красивых народных игр. То есть вы их разыскиваете, Чтобы узнать какие-то песни, Игра. Разыскиваем. И вот однажды, Буквально на днях, Мы идем в центре города, По рынку, Идет старенький, Старенький дедушка. На что средняя дочка мне говорит, Мама, мама, там дедушка, Побежали. Остановим его, спросим, Может, он нам что-нибудь Интересное расскажет. То есть они тоже с огромным Удовольствием копаются Во всей этой старине Вместе со мной. Это здорово, Когда вот это воспитывается С детства, правда? Я считаю, что да. Потому что все-таки Должны быть дети Знать свою родословую, Свою историю. Алена, мы всем гостям Сегодняшней нашей программы Дарим вот такой символ Наступающего года. Я хочу, чтобы он был у вас Вашей творческой семьей, Чтобы он вам принес удачу, Добро и мир в ваш дом, Ваш семейный ансамбль Купаренко. Спасибо, спасибо. Держи. И твое поздравление. Огромное спасибо. Ну, а я хочу пожелать Всем телезрителям Огромного счастья. Говорят, под Новый год Что не пожелается. Все всегда произойдет И все всегда сбывается. Верьте, мечтайте и желайте. И песня. Желаю, чтобы все были здоровы И чтобы над вами Сияло солнце ярче, Чем на Мадагаскаре. Чтоб до 100 лет жили, Чтоб горе они знали И чтобы ваши дети Вас радовали Спасибо, Лена. Еще раз с Новым годом, с наступающим. С Новым годом, с новым счастьем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова